Некие такие деньги, которые практически достаются потребителям даром, и нужно эти деньги каким-то образом потратить. И мы заинтересованы в тех предприятиях, которые как раз-таки в этой системе, программе лоярности будут участвовать. Так вот, год назад мы начали обсуждать так называемую проблему, которая нам видится впереди, так как все будет автоматизироваться и все такое прочее, то все больше людей будет оставаться без работы. И опять-таки в той же Википедии есть такая тема, которая называется технологическая безработица. Можете посмотреть. И вот решение этой технологической безработицы как раз-таки озадачились экономисты. Еще в 17 веке была придумана такая экономическая концепция, которая называется базовый основной доход. То есть когда государство или какой-то институт, или какое-то территориальное условное сообщество выдает людям какое-то минимальное базовое финансовое средство, чтобы они могли обеспечить свои базовые потребности. И вот как раз-таки вот эту программу мы можем предложить для рассмотрения базового основного дохода и сделать на какой-то маленькой территории непосредственный эксперимент. То есть будут выдаваться людям определенные суммы денег с демериджем. То есть они будут, если их не будут тратиться, то они будут сами... Виртуальных денег – это право требования скидки на продукцию. А потратить их можно будет только на скидки. При этом предприятие будет заявлять о том, что какое количество криптоединиц они готовы выпустить. Это тоже будет та самая скидка или та сумма скидок, которая будет генериться всем. Может быть сейчас немножко непонятно, как это все говорится, но за разработкой этой системы стоит компания IT, где сейчас Ярослав работает, это более трех тысяч программистов. Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи человек, да. Программистов, которые обслуживают Деббанк, которые обслуживают ВТБ. То есть это очень профессиональный уровень программистов, которые все это делают. И наши наработки, мы связаны больше с маркетинговой частью, потому что я всю жизнь этим занимаюсь. И, соответственно, имею в виду компетенции. И с юридической точки зрения, чтобы это не было никакими финансовыми пирамидами, никакими не криптовалютами. Ну а чтобы это было все очень грамотно, гармонично расписано по нашему законодательству. И дать такой простой, готовый инструмент для реализации. Это как раз таки вот о чем мы говорили на прошлом собрании, что какой мы вклад готовы внести непосредственно вступенно и вот практическое применение новой технологии, которая сейчас разрабатывается. Сколько времени этому понадобится? Честно говоря, это сложно сказать, потому что система не обкатана. Мы ее сделали для нескольких интернет-магазинов. Прошли какой-то первый тест, альфа-версию прошли. Она показала, что да, она может работать, она востребована. Кстати, в разработке этой системы участвуют и люди, которых вы знаете, Трухан Бритваев, он тоже идеологом там выступает. Он придумал ее. Да, мы фактически с ним вместе ее придумали. Сейчас он и на полисе работает. Это такой новый город, который построен недалеко от Казани. Совершенно там очень как-то все по-новому, там так интересно все в этом находится. Соответственно, я очень надеюсь, что вступен здесь тоже будет развиваться. И мы еще себя здесь очень серьезно проверим. Спасибо, Глеб. Да, это очень неправильно отметил, Глеб. Дело в том, что те технологии, о которых сейчас говорится, это технологии, которые позволяют нам, знаете как, если мы сами инноваторы, и у нас тут есть, как говорится, все необходимые для жизни, и продукты питания производятся, да, и возможность жизнеобеспечения, и более того, мы способны генерить вовне это, то есть они действительно настолько качественные, что позволяют нам выходить на внешние рынки, да, это позволяет нам, по крайней мере, внутренний контур действительно обеспечить тем аналогом безусловного основного дохода, потому что у нас будет достаточное количество востребованных товаров для жизнеобеспечения, для развития каждого человека. Плюс мы, конечно же, используем новые системы образования, которые нам позволят не просто жить в этом малом инновационном городе, да, а именно позволят нам системы развиваться, постоянно улучшать свой уровень восприятия внешнего мира, а постоянно создавать нечто новое.